Микс Ньюс. Расстояние не имеет значения. Мне где-то еще минут семь надо для того, чтобы добраться до дома. Радио не мешают границы. Те преобразования позитивные, экономический рост, улучшение уровня жизни. Все происходило во время моего премьерства. Самые откровенные мысли. Если я добрый человек, предположим, это другим судить, то от того, что я говорю, что у меня нет души в религиозном смысле, я не перестаю быть добрым. Только на Радио Болтком. Программа «Абонент доступен». Участие слушателей обязательно. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». Я, Анна Смирнова, мой коллега Вадим Родионов к нам присоединится. И в гостях у нас сегодня эксперт Совета по правам человека при президенте Российской Федерации, доктор юридических наук Илья Шаблинский. Здравствуйте. Добрый день. Напомню, также телефоны прямого эфира вы можете нам звонить. 6-7-2-12-93-9, 6-7-2-13-93-9. Пишите в WhatsApp, задавайте свои вопросы. 2-3-0-6-1-9-1. Вот на днях новость об отставке правительства России стала таким большим удивлением для многих, может быть, для кого-то и нет. Как вы считаете, какие истинные причины отставки? И можно ли сегодня говорить об этом? Что есть что-то, чего мы не знаем, может быть? Добрый день. Замблакор. Еще раз. Я думаю, что у нашей власти, которая, в общем, олицетворяется одним человеком, появилась необходимость обновления, если хотите, такого политического дизайна, политического контекста. Можно предположить, что президент России предполагает изменить свой статус в ближайшие полтора года. Никто другим объяснить эти изменения не может. И для этого нужно создать подходящие условия, контекст. Дизайн, как хотите. Правительство Медведева давно уже не было популярным. И нет способа показать силу президента, нежели уволить в отставку непопулярное правительство. И это одно из условий, если хотите, того, что у нас сейчас называют транзитом или изменением. Хотя Владимир Путин ни слова не сказал о том, что он собирается уходить через полтора года, через год. Но так или иначе, он предложил целый набор изменений, которые должны создать впечатление перемены, перемен, обновления. В основном это такие перемены, которые, в общем, ничего не меняют. Но, может быть, у какой-то части наших избирателей такое ощущение может возникнуть. Во всяком случае, я вижу, что другие эксперты видят, что Владимир Путин хотел бы сейчас мобилизовать свой электорат, свой ядерный электорат. Вот мобилизовать можно от смены правительств. И нужна какая-то еще была идея, демонстрирующая желание перемен. Вот он выступил с предложением поправок Конституции. Об этих поправках, наверное, отдельный разговор. Меня слышно? Да, мы слышим вас. Так вот о Конституции как раз. Зачем президенту понадобилось менять Конституцию? И в первую очередь он предложил закрепить приоритет Российской Конституции над любыми международными договорами. Вот что это означает в практическом смысле? Этому не стоит придавать большое значение. Это такая, на мой взгляд, сугубо декоративная штучка. У нас в Конституции есть все нормы, которые обеспечивают приоритет российских национальных законов. В случаях, если международный договор может нарушить права граждан Российской Федерации. В таких случаях этот договор просто не заключается. Вот 125-я статья Конституции гласит, что если международный договор может нарушить права и свободы граждан, если он может создавать угрозу для охновки конституционного строя, то он не может быть заключен или применен. Все, тут больше не о чем сказать. То есть в практическом смысле это ничего не значит? Это тоже такая демонстрация силы? Путин сказал об этом еще раз, что национальное законодательство может иметь приоритет перед международным для какой-то части своего электората, если хотите так. У нас есть часть электората, которому это важно слышать. Фактически при этом ничего не меняется. Россия не выходит из тех договоров, которые она подписала. Поймите, Российская Федерация подписывает те договоры, которые ей выгодны. Но это вот сейчас у нас решает кто? МИД и Путин. Вот они решают, что договор выгоден. Значит, нормы этого договора не будут противоречить нашему эмоциональному законодательству. Для таких случаев я вам, честно говоря, вспомню только один. Один вообще за всю историю. Это когда Россия ратифицировала Европейскую конвенцию о правах человека, и после этого пришлось что-то делать с нормой о смертной казни. Но Конституционный суд решил ее не применять. Вот и все. Это был один-единственный случай. Поэтому я вам скажу, эта тема искусственная. Это искусственная, в Конституции все об этом есть. Это не самая важная тема. Ну, международное право будет иметь приоритет над национальным? Или все-таки нет? Что касается России. Чтобы так подвести итог, может быть, этому сказанному вами. Но в тех случаях, только в тех случаях, когда заключенный, одобренный Палатами Федерального Собрания, международный договор содержит в себе норму, которая противоречит какой-то норме российского закона. Но международный договор подписан и ратифицирован, подчеркиваю. Вот в этом случае, если вдруг возникает противоречие с нормой национального права, действует норма международного права. Еще раз скажу, такой случай был всего один. Это когда от России потребовали прекратить применять норму о смертной казни. Вот все. Вот разговор о смертной казни. Они снова ведутся в России. Снова стали выводить, по крайней мере, в публичную плоскость. Есть ли вероятность того, что смертная казнь вернется в Россию? Или все это такие пустые слова просто в публичном просмотре? Такая вероятность, возможно, всегда есть. Какая-то небольшая. Но, судя по всему, в прошлом году Путин решил, что Россия остается в юрисдикции европейского суда. Она не выходит из конвенции. Это было решено в прошлом году в результате долгих дипломатических переговоров, когда в Финляндии, по-моему, председательствовало в Совете Европы. И было принято решение, ну, кто там обсуждал? Путин, Лавров, другие члены своей безопасности, что Россия остается в конвенции и в юрисдикции суда, европейского суда. Ну, вопрос пока решен, и все. И это нечего обсуждать. Ну, вот Россия не выходит из конвенции, но Россия лидирует в европейском суде по числу жалоб и нарушений прав человека. Я не знаю, что касается статистики за 2019 год. Я, честно говоря, ее не нашла, но за 2018 и 2017 это так. Ну, согласно той информации, которая есть. Вообще, может ли каким-то образом суд по правам человека как-то влиять на то, что происходит в России? Или он бессилен, можно так сказать? Европейский суд? Да. Он влияет, он влияет. Его правовые позиции использовал до сих пор Конституционный суд. На них ссылались наши суды общей юрисдикции. Но одна из главных бед России у нас очень слабые зависимые суды. Ну, то есть, что значит слабые зависимые? Они обычно, так выражаясь, в кармане администрации, или они полностью психологически подчинены Следственному комитету. То есть, ну вот, я не знаю, насколько это там в Латвии понятно, когда обвинительное заключение готовит следователь Следственного комитета, и он же готовит потом приговор, судья передает, судья его озвучивает. Ну, вот так. То есть, у нас правосудие настолько ослабло, что, я не знаю, никто его сейчас не пытается защитить. Суды стали частью исполнительного ветви власти, понимаете? Это страшная вещь. И они не защищают, ну, бизнесменов для начала. А во вторую очередь, в уголовном процессе у вас нет шансов против прокуратуры Следственного комитета. Это ужасная тенденция последних, ну, 15 лет, скажем так. Потому что еще в 90-е годы суды себя почувствовали силой. И принимали решения, знаете, там, вопреки интересам некоторых крупных администраторов, мэров, губернаторов. Все это кончилось. Сейчас суды просто карманные. И это ужасно. То есть, поэтому у людей надежда только на Европейский суд. Ну, я вам скажу, что Российская Федерация, в общем, выполняла решения ЕСПЧ, кроме там двух-трех случаев. Они очень специальные, там, в отношении Алексея Навального. И еще там пару случаев, когда по политическим причинам Российская Федерация не выполняла решения Европейского суда. Во всех остальных случаях компенсации заявителям, если они выигрывали дело, если они выигрывали, компенсации выплачивались. Но главная тема у нас, вот в России одна из главных тем, знаю, как у вас в Латвии с судами, у нас суды, ну, практически сейчас я вполне переведу вас. А на ваш взгляд, что произошло, почему суды перешли фактически под контроль Следственного комитета? Вы как раз упомянули, что в 90-е была другая история. Суды были относительно свободными и независимыми. Что произошло? Где эта линия перелома? Это произошло постепенно, вот примерно за 15 лет, шаг за шагом. Линия перелома 2001 год. Да, это, если хотите, одно из следствий, конечно, политики нынешней, нашей администрации, нынешнего президента. Он из силовиков, и при нем силовики стали силой, мощью. То есть противостоять им невозможно. В принципе, вот я профессор университета, да, ну, или вот там, а мужик работает грузчиком в магазине. Вот если нас задержат патруль на улице, в принципе, с нами они могут сделать все, что угодно. Ну, только кроме убийства. Убивать все-таки мне рекомендуют. Но избить, ограбить все, что угодно, и защититься нам негде. Ну, они напишут, что каждый из нас был пьян, напал на них, там, и так далее. То есть абсолютно бесполезно с ними судиться. Постепенно этот процесс шел по двум направлениям. Во-первых, изменилось законодательство. У нас по закону, инициированному в 2001 году, председатели всех судов стали начальниками. У них появились административные полномочия по отношению к суде. Всех председателей назначает президент. И их заместителей назначает президент. Вот, на секундочку, представьте себе. Все председатели районных судов назначены президентом, и все их заместители назначены президентом. Причем поначалу они должны были отбыть шестилетний испытательный срок, в ходе которого должны были доказать свою военность. Мировые, рядовые судьи им полностью подчинены. Как в обычной конторе. Если какой-то судья ведет себя как-то не так, выносит, ну, там, оправдательные преговоры, один, второй, показывает, там, строптивость, то спустя 3-4 месяца на квалификационные коллегии его вычтят из суда, и он останется вообще без работы. Таких случаев было, там, несколько десятков, после чего судья поняли все. Надо четко выполнять желание начальства. А председатели судов находятся в тесных, дружеских отношениях, ну, постепенно, шаг за шагом, с руководителями следственных органов. Ну, они, знаете, ну, не знаю, вместе выпивают, вместе отдыхают, звонят друг другу. Ну, да, иногда и бизнес какой-то общий есть. И вот при этом силовики постоянно усиливались. Положение прокуроров, представителей следственного комитета, просто полицейских, простых полицейских, постоянно усиливалось. И все эти 10-15 лет, скажем, главной тенденцией было то, что силовик может сделать с любым бизнесом, любого предпринимателя, все, что он захочет. Ну, силовик соответствующего уровня. Капитан, майор может прийти в любой частный магазин и с помощью угроз добиться всего, чего он хочет. Ну, он должен не терять чувство меры. Ну, магазин, сеть магазинов, сеть авторемонта, автосервиса должна обзавестись знакомством выше, чем этот капитан полиции. Их должны прикрывать люди из департамента МВД на краевом уровне. Они с ним делятся доходами. Они в этом даже не признаются вам. Потому что если их прибыли хватает, ну, они живут спокойно более-менее. Вот, вам это знакомо русское слово «крашевание». Ну, у нас оно стало постепенно частью экономической жизни, экономического ландшафта. И успешные предприниматели постоянно платят дань тем силовикам, которые прикрывают их от других силовиков. И это норма. Это обычное дело. Ну, в особом положении ФСБ, о котором я сейчас лишнее говорить не буду. Но у них, к примеру, те же полномочия, просто гораздо выше уровня. Возможности больше. Они вне контроля. Они вне критики и контроля. Ну, критиковать полицейских еще можно. ФСБ уже нет. И вот эта каста, она сформировалась за эти, может быть, 15 лет. Судьи постепенно, шаг за шагом, встроились и стали себя ощущать частью этой касты. С одной стороны, они понимают, что любой приговор, который не устраивает Следственный комитет, и тем более, не дай бог, ФСБ, он не устоит. И этот судья будет нести ответственность за это. А с другой стороны, судья знает, что если будет вести себя прилично, хорошо... Алло, меня слышно? Да, мы слышим вас. Да, господин Шаблинский. Слышите ли вы нас? Ну, вот сейчас почему-то у нас небольшая такая техническая заминка. Нам как раз нужно сделать небольшой перерыв на рекламу, и потом мы вернемся и продолжим. Я напомню, что политолог Илья Шаблинский с нами сегодня на прямой связи. Сейчас небольшой перерыв, потом мы вернемся. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем. Это программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И на прямой связи с нами сегодня эксперт Совета по правам человека при президенте Российской Федерации и доктор юридических наук. Илья Шаблинский. Еще раз здравствуйте. Здравствуйте. И вот до недавнего времени вы были членом Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. А потом вас исключили, насколько известно, и вы стали экспертом, если я не ошибаюсь. Так будет корректно, наверное, сказать. У нас члены Совета, которые покидают Совет, остаются эксперты. А чем было обусловлено это решение со стороны власти? Думаю, были все-таки конкретные события, которые вызвали раздражение в администрации. Я был председателем комиссии по избирательным правам. То есть я вот отвечал, прежде всего, за избирательные права, хотя работал и в других комиссиях по трудовым делам, например. Но у нас в прошлом году, если вы там следили, в Москве сложилась кризисная ситуация. У нас в ходе предвыборной кампании... Слышно меня? Да, Московскую городскую думу вы имеете в виду сейчас. Да, Московскую городскую думу. Избирательные комиссии отказались регистрировать около 30 кандидатов, которые представляли в основном оппонирующие оппозиционные взгляды. Они были из разных партий. У них были большие шансы на победу. У них были большие шансы, потому что в Москве у оппонентов власти серьезная социальная база. И, я так понимаю, было принято решение где-то в администрации, наверное, их не регистрировать. Но я эту ситуацию старался отслеживать от начала до конца. Я видел, как они собирали подписи. Я пытался присутствовать однажды при проверке этих подписей. Один из кандидатов меня пригласил Янкаускас. Я приехал на проверку подписей. Ее при мне на моих глазах тут же свернули, отменили. И, мотивировав это, совершенно нелепо. Но они не хотели при мне проводить эту проверку. Так, чтобы не хотели придавать гласность этому процессу. А потом объявили, что у всех 29 кандидатов этих, еще раз отмечу, это кандидаты, которые критиковали власть. Ну, оппозиционные кандидаты. У всех таких кандидатов подписи какие-то бракованные, плохие. на самом деле это была такая операция. Это было совершенно не имело ничего общего с правом. В общем, их не пустили на выборы. И наша комиссия по избирательным правам выступила против этого. То есть честного соревнования не было. Честных. Вот их просто не допустили. Понимаете? Это у нас довольно часто бывает. опасных кандидатов, опасных конкурентов власти вообще не допускают до выборов. В данном случае это произошло на уровне Московской городской думы, которая особенно никому никогда не была интересна. Но вот тут москвичи этим заинтересовались. Это вызвало у нас массовые протесты. У нас были там потусячные демонстрации. Наша комиссия поддержала этих кандидатов. Поддержала. Я как председатель поддержала. Ну, вот я думаю после этого решили меня, Чикова, Катю Шульну. Ну, а как объяснили все-таки ваши исключения? Ну, Господь с вами. Господин Песков сказал, ну, это обычная ротация. Все. Вот когда власть совершает определенные действия, вызывая общественные резонансы, вспоминающие марши несогласных, которые, наверное, не заинтересовали бы такое количество людей, если бы не ОМОН, который приезжал и достаточно живописно все это потом было показано в СМИ, ну, западных в основном, как разгоняли. Далее история с Мосгордумой, которая тоже, наверное, не имела бы такого резонанса, если бы не допуск кандидатов. Вот на ваш взгляд, власть отдает себе отчет, что, препятствуя каким-то событиям, она в том числе создает большой международный резонанс, и насколько это для нее важно или не важно, как вы считаете? Это международная реакция. Важна, но не очень. Важна, но не очень, скажем так. То есть, во власти принято, я так понимаю, принято решение, что все эти международные протесты игнорируют, поскольку важнее другое. Важнее сохранить вот нынешнее статус-кво, нынешнее положение, ну, как вам сказать, положение, при котором одна группа политическая, взгляды описывать сейчас не возьмусь, это отдельная тема, а она монопольно владеет властью, и ее сменить, сменить ее легальным путем практически невозможно. То есть, я всегда был за мирный легальный диалог, скажем, власти и ее оппонентов, а иначе зачем бы я был в президентском совете к правому человеку? Я такой диалог всегда пытался наладить, я вообще компромиссный человек, как и многие там члены совета, и я убедился за эти годы, что никакого компромисса не будет, вот эта группировка, ну, она твердо защищает свою монополию, для нее она очень выгодна. Понимаете, ведь первое десятилетие 2000-х годов при высоких ценах на нефть, при благоприятной экономической конъюнктуре, уровень жизни очень многих граждан в России вырос, реально вырос, и с этим нечего спорить, люди связывали вот это повышение уровня жизни с властью нынешней, с Владимиром Путиным. Вроде бы людям, как бы, у людей остыл интерес вообще к политике, к общественной жизни, однако ситуация стала меняться, цены на нефть упали, и выяснилось, что вот то угнетенное состояние предпринимательства, бизнеса, понимаете, угнетенное, особенно среднего и малого, оно постепенно страну как-то подталкивает в какой-то тупик, то есть страна медленно замедлила развитие, не знаю, перестала развиваться, у нас практически нет уже крупных иностранных инвестиций уже давно, но отечественные инвестиции это страшный риск, вашу собственность никто не защитит такими судами, и вот через 20 лет, 20 лет президентства нынешнего главы государства стало ясно, что у нас экономический застой прежде всего это выражается в крайне тяжелых условиях для экономического роста, роста почти нет, быть бизнесменом крайне рискованно, в угнетенном состоянии находятся средства массовой информации, ну, а с этим связаны все остальные сферы. У нас осталось несколько средств массовой информации, есть и независимые интернет-ресурсы, которые могут позволить себе высказывать самостоятельные точки зрения, и они есть, слава богу, в этом отличие от того, что было там 40 лет назад, но они не защитят бизнес, они вообще никого не защитят. Возникла ситуация такого нового застоя, и он искусственно поддерживается. Но главным его объяснением и оправданием от нынешнего состояния является у нас такой идеологический лозунг, власть его очень поддерживает. Вокруг нас враги, мы, как осаждённая крепость, у нас все пытаются отобрать суверенитет или территорию. И поэтому нам нужно наращивать вооружённые силы, и это самое главное, чтобы у нас было больше современных ракет, танков и так далее. Все остальные сферы жизни, предпринимательство, здравоохранение, образование, то, что двигает собственно нацию вперёд, это всё как бы на третьем, четвёртом, пятом плане. Ну, примерно так. 672-12-93-9 и 672-13-93-9 телефоны прямого эфира, звоните, пишите в WhatsApp 230-6191. Вы сказали о том, что власть монополизирована и с ней практически невозможно договориться, но если так складывается, такое впечатление складывается, что всё закруглено, зациклено на Владимире Путине. Если Владимир Путин по каким-то причинам, возможно, естественно, им уйдёт, эта монополия развалится или там есть предохранители всё-таки, как вы считаете? Если он уйдёт вообще из политической жизни? Из жизни или, может быть, по состоянию здоровья. Ну, всяко, человек смертен, как говорил Кеннеди после Карибского кризиса, мы это помним, но всякое может случиться. То есть, эти сценарии, они как-то проговариваются, они есть вообще на самом деле? Они особенно не проговариваются, но если Владимир Путин так или иначе отойдёт от дела, уйдёт из политической жизни, то многое сразу изменится. Начнётся реальная политическая жизнь. Другой вопрос, что её надо будет заново выстраивать. То есть, заново должна будет как-то развиться партийная система, то есть, нужно будет проводить свободные, по-настоящему свободные выборы. Мы увидим совершенно новых людей, новых победителей. У нас другой вопрос, а вот как ослабить нынешнее влияние доминирования силовиков? Ну, это отдельная задача, чтобы они перестали дарить бизнес. Ну, в принципе, это явление должно тоже уйти из нашей жизни. Я думаю, нынешний политический режим целиком заточен на Владимира Путина. Видите как, мы же выходим из тоталитарного режима, выходили из тоталитарного режима. Выяснилось, что вот просто так, перейти к демократии трудно, невозможно. Тот же Путин, я думаю, изначально имел, ну, я так полагаю, имел демократические взгляды, более-менее демократические, то есть он знал, что должна быть свободная конкуренция сил, должен быть рынок, что страна должна быть открыта. Он так думал. Вы знаете, за эти первые пять-семь лет успешной годы его президентства, он подпал под соблазн приобрести себе власть неограниченную, абсолютно. Вот, соблазн, понимаете? И выстроил режим под себя. Выстроил режим. И он, этот режим, действительно, сейчас буквально весь сконструирован под одного человека. если человек уйдет, скорее всего, он рассыплется, возникнет ситуация некой неопределенности, но, я думаю, ненадолго. И это будет новый шанс для нормальной демократической системы. Ну, этим шансом, на ваш взгляд, российский народ, российское общество готово воспользоваться, учитывая, что, опять же, если посмотреть в историю, после смерти Сталина была оттепель, потом было некое ужесточение, потом был Брежневский застой, потом была перестройка, начало 90-х, опять же, глоток свободы, а потом мы, в общем, видим, что пришел Владимир Путин и видим то, к чему сейчас страна пришла в плане вот этого некого отказа от демократической модели. Вот эти циклы, они же уже на протяжении века практически повторяются. Да. Готово ли общество сейчас принять что-то другое? Общество многослойно. Понимаете? Общество состоит из разных сегментов. Я думаю, я вас уверяю, что значительная часть общества, значительная часть готова к нормальной демократической модели, к тому, чтобы средства массовой информации не обслуживали государство, а выражая разные точки зрения, давали просто разные варианты информации. люди готовы к тому, чтобы государственные телеканалы не обслуживали правящую группу. Многих людей это давно уже раздражает. Люди готовы к тому, чтобы предприниматели действовали без оглядки и на сила веков. Что-то, предпринимателям это нравится, им от этого хорошо. Думаю, к этому значительная часть людей готова, и обновления многие примут с удовольствием. Многие просто справедливо опасаются, не будет ли в этот период каких-то злоупотреблений, не возникнут ли какие-то радикальные группировки, не будут ли они рваться к власти. Ну, типа большевиков у тебя же помните? Но, в общем, я полагаю, что люди хотели бы жить просто спокойной, нормальной жизнью без авторитарных лидеров, в нормальных условиях действия закона и сменяемости власти. И сменяемости власти. Вот вот и все. У нас звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Янис, меня зовут. Да, Янис. Вадим, не дашь соврать, вот я вам тоже скажу, у нас в Латвии так же само пугают внешним врагом, наращивая мускулу непонятно каким-то железом. В общем, не думают о своей стране, не думают о медицине, образовании, об экономике. Ну, так мы видим как бы каждый. Мне кажется, каждая страна вот так вот внешний враг. Если бы не было внешнего врага, нас бы, наверное, пугали бы инопланетяны или монстры, которые вылезут из океана. И все равно мы бы наращивали эти бы силы. Вопрос у меня как бы будет такой к вам. Разве это будет выход, если дадут в России, не знаю, там, оппозиции, там, Навальному, Соболь, хотя бы какие-то маленькие посты или почему они сами не идут, там, не знаю, баллотироваться в губернатор или еще куда-нибудь, начинать с малого, да, строить, строить. И вот вы говорите так же самое про демократию, да, у нас вроде мы живем в Латвии, какая-никакая демократия, наверное, так говорят, что парламентская республика, но все равно если вернуться к тому, какие-то эксперты наши латвийские говорят, что почему мы в Латвии не развиваемся, у нас нет стране хозяина, а хозяин как без тоталитарного режима ну не будет как бы хозяин и демократия это несовместимые вещи. Спасибо, жду ответа. Да, спасибо вам. Ну и с этими экспертами, которые вот тоскуют по хозяину, по сильной руке, я точно не согласен. Вот, пожалуйста, пример России, Белоруссии и у нас экономика в застое, просто в застое все, а предприниматели в состоянии зависимости. И они находятся в худшем положении, чем в странах с нормальной демократической системой власти. У нас что-то есть общее с Латвией, да вообще Латвия, наверное, самая близкая, на мой взгляд, самая близкая европейская страна, я в Латвии бываю каждый год, близкая по разным причинам, в том числе и как бы по уманостроения, он там внутри элиты, но в Латвии там монополия на власть не сложилась. И, насколько я успел судить, суды вот так не зависят от исполнительной власти, но, наверное, в Латвии, как и, не знаю, в некоторых других странах, постсоветских, иногда, ну, чаще вспоминают внешнюю угрозу, чаще вспоминают внешнюю угрозу, чем в старой Европе. Вот, уверяю вас, я бывал и во Франции, в Германии, там на внешнюю угрозу не ссылаются, вообще не понимают, в Китае, кстати, в Китае, где власть авторитарная, просто авторитарная, но она благоприятствует бизнесу. Там своя ситуация, и на внешнюю угрозу не жалуются. Это, может быть, у нас тут в постсоветской среде есть какая-то что-то общее, что-то. Но, как или иначе, сильная рука, так называемая, и авторитарные лидеры, вот здесь, на нашем, у нас, на постсоветском пространстве, они не обеспечивают совершенно точно благоприятного экономического развития для страны. Не обеспечивают. Я не знаю, как обеспечивали когда-то для Литвы Смятана в предвоенные годы, или Пятс в Эстонии, или Ульманис в Латвии, но не уверен. В Финляндии всегда была демократия, всегда, никогда не было никакой наших соседей. Самая успешная страна, самая успешная экономика. И Латвия была в первую очередь. Вы сказали, что ежегодно бываете в Латвии, но на какой-то период вам был запрещен въезд в Латвию. Чем это было вызвано? Да, был такой момент. Два года назад несколько газет написали о том, что несколько членов Совета по правам человека, Совета при президенте, в том числе я, должны поехать в Латвию и встретиться с группами русскоязычных активистов, посетить русскоязычные школы. Вот они это написали. Публикации были такие, знаете, такого характера. Вот в Латвию едет инспекция. Вот с инспекцией едет группа членов Совета права человека. Ну, идиотские совершенно были статьи. И вот этот стиль был такой издевательский. И на это отреагировала Латвийское Министерство иностранных дел. Меня вызвал посол, сказал, что мы, в общем-то, знаем ваши взгляды, вы так к Латвии относитесь хорошо, но МИД принял решение, что вам полгода въезжать в страну нельзя. Ну, что ж, полгода я не въезжал. То есть меня, как всякого русского, меня интересует, я интересован в том, чтобы русский язык в Латвии был, чтобы как бы можно было пользоваться. Но я думаю, что я в любом случае дал бы более объективную оценку. Я за то, чтобы у граждан Латвии, использующих русский, латвийские языки, были более гармоничные отношения. Но своим друзьям, русским в Латвии, я советовал учить латышский язык. Они в принципе знают его. То есть надо знать латышский язык. Вот в этом у меня никаких сомнений нет. И я общался с многими молодыми людьми в Латвии, они знают. А мои ровесники нет. И я в свой адрес выслушал столько горьких и жестких слов. То есть меня они в общем то есть я знаю их очень много лет. Но в Латвии ситуация такова, что русский из России может многого не понимать. И не нужно спешить лезть с советами. Но надо учить языки и может быть в свое время я поддерживал инициативу, чтобы в Латвии можно было частную школу создавать. русскую но наше правительство российское об этом мы в свое время Путину говорили должно иметь спокойный корректный диалог с латышским правительством. Не указывать, не получать, а спокойно мирно решать все эти проблемы, чтобы ущербно относить отношения между людьми. Спокойно, мирно, взвешенно, доброжелательно. У нас много звонков, много радиослушателей на линии, но мы знаем, что вас нужно отпустить чуть пораньше. Можем ли мы еще принять звонки от наших слушателей? Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте, у меня такой вопрос, сказали, что у нас демократическое общество, а это признак, что не пустили в страну, это признак демократии, так же само про экономику Латвии, где она? Да, спасибо. Министерство иностранных дел любой страны вправе запретить на тот или иной период въезд в страну. Увы, это демократическая практика. Всех стран, всех. Тут ничего не скажешь. Это право МИДа. Наш МИД тоже регулярно запрещает кому-то въезд, потом разрешает, потом разрешает. Другой вопрос в том, что я не хотел выпускаться в детали, но я с 89-го года в Латвии часто бывал, я думаю, что я какой-то внес вклад и в независимость Латвии, я состоял в движениях, которые поддерживали эту независимость. Но так или иначе, я себя считал всегда другом Латвии. Но в Латвии с экономикой есть проблемы, да, просто это совершенно другие проблемы, нежели у нас. Совершенно другие. я не хотел бы их обсуждать в деталях, но я могу сказать только одно, в Латвии, как и в России, нужно, чтобы у предпринимателей было больше прав и больше чувства защищенности. Больше прав и больше, больше, больше свободы. Еще примем звонок, да, слушаем вас. Добрый день, кратенько по поводу языка. С прошлого года у нас запретили даже в частных вузах и школах изучать русский язык. Это, как на заметочку о демократии. Еще такой вопрос. А Россия живет по Ельцинской конституции. Вы считаете ее демократической или не демократической тогда уж? Да, спасибо, но я поясню, не запретили изучать русский язык, а запретили преподавание на русском языке. Русский язык как предмет изучать можно. Так иностранный. Да. Ельцинская конституция не образец демократической конституции. Да, да. она подразумевает такую конструкцию власти, при котором президент может отправлять в отставку правительство без всяких там мотиваций. Может назначать председателем правительства кого хочет и продавливать это в Государственной Думе. фактически фактически он управляет всеми силовыми структурами и парламентский контроль серьезно ослаблен. Это так, это правильно. Но даже при этой конституции возможны разные политические режимы. При Ельцине в течение девяти лет проводились выборы трижды парламентские и все три раза при Ельцине побеждала оппозиция. Сначала ЛДПР потом два раза коммунисты. Ну то есть возможно были там и фальсификации и власть пыталась как-то давить но не до такой степени как сейчас и у оппозиции была возможность даже побеждать. Даже побеждать. Ну при Медведеве удалось создать несколько независимых средств массовой информации. То есть нынешняя конституция создает основу для авторитарного режима. Это так. Хотя конституция это текст. Можно создать такой режим а можно и не создать. Да сейчас судя по всему она ухудшится. Станет еще еще меньше останется пространства для демократии. Вы знаете я бы защищал даже эту конституцию. Потому что альтернатива еще хуже. Да я бы защищал даже эту. Спасибо вам что вы нашли время и вышли в прямой эфир программы Абонент Доступен. Доктор юридических наук Илья Шаблинский был гостем программы. Спасибо вам всего доброго и